Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о главных событиях. В Чувашии расскажу вам я, Ольга Пырочкина, и сегодня в нашем выпуске. Поднимать можно, снижать нельзя. Прожиточный минимум в Чувашии не будет уменьшаться, даже если потребительская корзина подешевеет. Изменения к лучшему. В Республике обсуждают поправки в Конституцию страны. Победят сильнейшие. В Чебоксарах стартовал 71-й чемпионат России по самбам. Задача – ускоренный рост. Сегодня в Доме правительства прошло заседание Высшего экономического совета Чувашии. С подробностями я Дмитрий Ковалев. В составе Высшего экономического совета люди с разными точками зрения на стратегическое развитие республики. Каждая инициатива будет проанализирована и учтена в работе органов власти, отметил временно исполняющие обязанности главы Чувашии. Представители бизнеса, науки, депутаты, члены правительства, а также общественные деятели приступают к подготовке программы ускоренного роста. Главная задача – увеличить приток инвестиций в регион. Это реальные инновационные, инвестиционные решения, которые необходимо реализовать для диверсификации и развития экономики, в том числе в рамках национальных проектов, которые реализовываются сегодня в Российской Федерации. Ну и, конечно же, мы задаем, наверное, требования в систему образовательного процесса, какие компетенции нужны уже на сегодняшний день. В президиуме совета авторитетные эксперты. Руководитель Международного центра развития регионов Игорь Миломед уже подготовил десятки федеральных целевых программ для Татарстана, Севастополя и Владивостока. Сегодня много механизмов. Нам сейчас важно понять, на что нужны деньги, как мы их можем эффективно использовать. Взгляд на республику разных людей разный. Конечно, очень важно всем собраться вместе, поговорить, обсудить, разработать именно в формате федеральной целевой программы. Так, чтобы мы шли изначально от проблемы республики, от ее возможностей. Потенциал у республики большой, отмечают члены совета. Ключевую роль в стратегии экономического роста отводят бизнесу. Предприниматели должны создавать новые рабочие места. Даже те большие федеральные деньги, они должны идти в конкретные проекты, чтобы создавать импульс для дальнейшего развития, уже опираясь на собственные силы. Такие собственные силы в республике, конечно, есть. У нас большое количество населения, у нас есть большой промышленный потенциал. Инвестиционный климат должен улучшаться, административные барьеры снижаться. Зачастую, отмечает председатель высшего экономического совета, предприниматели тратят лишнее время на согласование документов. Даже сегодня один пример приводили, как в Урмарах полгода подключали газовую трубу к одному из предприятий, и оно не могло запуститься, начать работать, хотя было по всем остальным направлениям готово к своей деятельности. Понятно, что главная проблема, которую мы хотели бы решить, это повышение благосостояния населения, которое включает в себя доходы. В начале марта должна быть доработана программа социально-экономического развития республики, чтобы реализовать намеченные планы, региону из федерального бюджета выделят 5 миллиардов рублей. Дмитрий Ковалев и Павел Оридков, Республика. Прожиточный минимум в Чувашии больше не будут снижать, даже если продукты и другие товары из потребительской корзины подешевеют. А за продажу так называемых снюсов несовершеннолетним начнут штрафовать в случае юридического лица до 100 тысяч рублей. Такие решения приняли сегодня депутаты Государственного совета Республики. Товары дешевеют, прожиточный минимум снижается. И наоборот. Таким принципом последние годы пользовались в Минтруда Республики. От прожиточного минимума зависит величина пособий, субсидий и других соцвыплат. Отныне правило будет работать только в одну сторону. Если потребительская корзина подорожает, прожиточный минимум поднимут. А если подешевеет, а это случается в основном в период поступления на рынок сезонных овощей, оставят на прежнем уровне. В этом вопросе все парламентские фракции были солидарны. Конечно же, все, что касается увеличения прожиточного минимума и как минимум его неуменьшения, мы однозначно эту инициативу поддержим. Я никогда, наверное, не забуду тот эксперимент, который я поставил на себе в 2015 году. Когда целый месяц жил на тот самый прожиточный минимум. Сахар, макароны, дешевые углеводы. Никакой пользы для нормального человека. Такого питания, безусловно, не было. Поэтому закон мы одобряем. Снижать уровень прожиточного минимума по причине того, что в определенный квартал на рынок поступают овощи и немного падают цены, действительно довольно глупо. Единогласно парламентарии поддержали и следующее новшество. Ветераны труда смогут получать компенсацию оплаты за капитальный ремонт. Компенсация за капитальный ремонт ветеранам труда Чувашской республики не предоставлялась ранее в связи с тем, что законом у ветеранов труда Чувашской республики установлена возможность получения гражданином по выбору только одной меры поддержки. Либо ежемесячной денежной выплаты в размере 1100 рублей, либо денежной компенсации. Теперь граждане смогут получать и то, и другое. Приблизительно в среднем 110-120 рублей ежемесячно ветеранам будет возвращаться за уплату на капитальный ремонт. И при этом сохранятся выплаты по ветеранам труда 1100 рублей. Закон о запрете на продажу так называемых снюсов несовершеннолетним в Государственный совет внесла прокуратура республики. В 2015-м Госдума страны уже принимала закон о запрете на продажу этого товара. Правда, тогда под термином снюс подразумевали жевательный или сосательный табак. Действующим федеральным законодательством установлены ограничения при распространении лишь табака, содержащей продукции. Чем и пользуются продавцы и изготовители никотина, содержащей продукции, которая не содержит в своем составе табак. Поправки в закон должны закрыть этот пробел. Представители прокуратуры республики считают, что под новые правила попадает и новинка от продавцов без табачных смесей – фрукты в никотине. Штраф за продажу гражданам, не достигшим 18 лет, до 5000 рублей физическим лицам и до 100 тысяч лицам юридическим. Проект закона принят. Еще один вопрос в повестке дня – досрочное прекращение полномочия депутата Игоря Малякова по личному заявлению. Теперь он представляет нашу республику в Государственной Думе страны. Представящие открытое голосование в апреле, сентябрьские выборы главы региона, депутатов муниципальных образований стали темой рабочей встречи временно исполняющего обязанности главы Чуваша Олега Николаева с депутатом Государственной Думы России и Леонидом Черкесовым. Поправки в Конституцию страны обсуждают сейчас во всех регионах. В рабочую группу поступило более 900 предложений. Их рассматривают юристы, представители гражданского общества. Планируется, что голосование пройдет 22 апреля. Мы должны довести до каждого жителя нашей республики информацию, что же нам предстоит сделать. Действительно, впереди очень мало времени осталось, напряженная работа. Напомним, Леонид Черкесов был назначен партийным уполномоченным от «Единой России» для подготовки и проведения выборов, которые состоятся 13 сентября. В этот день жители республики будут голосовать за кандидатов в главы Чувашии и выбирать депутатов представительных органов муниципальных образований. Потребуется серьезное переформатирование работы всех представительных розысков, чтобы, как призывает президент, чтобы депутаты различных уровней были проводниками от власти к людям. Олег Николаев также встретился с представителями компании X5 Retail Group Александром Ильиным и Алексеем Ивановым, представляющим в республике интересы федеральных торговых сетей. В беседе принимали участие председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики и министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин. Сеть магазинов X5 Retail Group, в состав которой входят магазины «Пятерочка Перекресток», широко представлена в Чувашии. Очень важно, чтобы на продовольственных полках было больше товаров, производимых нашими аграриями, выращенных в наших личных подсобных хозяйствах. Это позволит в значительной мере поддержать сельское население, отметил Олег Николаев. Стороны обсудили возможность организации совместных социальных и образовательных программ, направленных на создание новых рабочих мест в республике. Поправки в Конституцию России остаются самой обсуждаемой темой. Основные дискуссии развернулись на площадке Общественной палаты страны. Она аккумулирует предложения, организовывает их обсуждения, взаимодействует с Общественными палатами регионов. Всего было собрано более 900 различных предложений. После тщательной проработки осталось 300 с лишним. Они были направлены в рабочую группу при президенте страны. 300 тоже много. И это неудивительно. Основной закон не менялся более 27 лет. И потребность в обновлении высокая. Что поддержали члены Общественной палаты? В первую очередь, они поддержали предложение президента Российской Федерации о социальной поддержке граждан Российской Федерации. И считают, что не просто должна быть установлена минимальная заработная плата, выплаты всевозможные, которые у нас есть. Мы о них знаем, они обозначены в послании президента России. Но говорится о том, чтобы эти все социальные индексации проходили ежегодно. И чтобы мы думали и не ниже, чем на уровень инфляции Российской Федерации. Ну и, естественно, с учетом других обстоятельств, которые связаны с развития нашей экономики. Члены Общественной палаты поддержали вопрос о том, что связано с медицинским обслуживанием. Так, и считают, что вот у нас же на территории Российской Федерации есть различные медицинские центры, есть федеральные центры, есть региональные центры. Они считают, что граждане, находясь на данной территории, да, все имеют, должны равные права на медицинское обслуживание, чтобы оно было качественным, это медицинское обслуживание, и чтобы граждане могли этим вопросом пользоваться. И тоже ряд предложений по этому вопросу. Важным предложением явилось, значит, и поддержали о том, чтобы не только высшие чиновники Российской Федерации, я имею в виду глава государства, правительства, глава правительства, его заместители, члены Государственного Дума, Совета Федерации, другие должностные лица не должны иметь двойного гражданства, но и также чиновники, которые руководят регионами Российской Федерации. Это законодательное собрание, это высшие должностные лица. Говорилось о том, что и не только они, и члены их семей. Голосование по поправкам в Конституцию России – очень значимое событие. Не менее ответственный период и подготовка к нему. Сформулировав изменения, рабочая группа передаст их в законодательные органы субъектов. Закон должна одобрить две трети региональных парламентов. После этого документ поступит в Совет Федерации, и только потом будет вынесен на голосование. Дата намечена 22 апреля. В этот день по всей стране откроются все, без исключения традиционные избирательные участки. То есть каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста, в этот день может прийти с 8 утра до 20.00 на избирательный участок и проголосовать за, либо может против внесения поправок. Но почему-то мне кажется, что голосов против будет намного меньше, чем голосов за. Потому что, на мой взгляд, ни одна из вносимых поправок не ухудшает жизнь людей. То есть некоторые поправки, которые прямо направлены на то, чтобы жизнь людей улучшить. Выплата зарплаты в конвертах, неформальная занятость уменьшают налоговые поступления и в целом бюджет. Инспекторы налоговой службы совместно с представителями администрации столицы и контрольно-надзорных органов провели очередной рейд по выявлению недобросовестных работодателей. Здравствуйте, кто? А кто? С налоговой инспекцией. Такие рейды в Чебоксарах проходят регулярно. Работодателям напоминают, остаться в тени не получится. У нас получили патент, заявили трех работников. Но пока мы не сдали. Да, но тем не менее не сдали пока ни одного расчета. С, получается, завтра, до прошлого года. Сроки представления налоговой отчетности за истекший год не позднее 2 марта, в противном случае взыскание штрафа. За несвоевременное представление расчетов по форме 6 НДФЛ налоговые органы также могут приостановить операции по банковским счетам учреждения. В 2019 году было обследовано 3770 мест осуществления предпринимательской деятельности. И в 40% случаев были выявлены нарушения законодательства по различным основаниям. Целью такой работы является побуждение налогоплательщиков к самостоятельному уточнению своих налоговых обязательств. В том числе путем легализации трудовой деятельности, отражения в отчетности реально выплаченной заработной платы. В ходе проверки обследовали торговые точки, парикмахерские, швейные предприятия. По итогам проверки оказалось, что не у всех работников оформлены трудовые соглашения. Так что никаких социальных гарантий у них нет. Такие граждане лишаются социальных прав, в том числе на получение налоговых вычетов, на приобретение квартиры, на приобретение жилых домов, на лечение, обучение, приобретение медикаментов, в том числе в последующем на достойное пенсионное обеспечение. Нарушителей закона ждут в налоговых органах для легализации своей позиции. Чаще всего такие рейды результативные. Работодатели сами устраняют нарушения. В повторных случаях штрафы никто не отменял. Наталья Мальчикова, Республика. С 29 февраля часть Сугутского моста в Чебоксарах вновь закроют на ремонт. Речь идет о второй полосе. Первую по программе безопасной и качественной автомобильной дороги отремонтировали осенью прошлого года. Движение в оба направления организуют по одной полосе. Перекрытие продлится до 1 сентября. В Ядринском районе бывший сотрудник полиции признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека. Вечером 19 января 2019 года бывший старший следователь отдела МВД Ядринского района, управляя автомобилем Киа Рио, в состоянии алкогольного опьянения сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. От полученных травм 79-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Вторую потерпевшую с различными травмами доставили в больницу. Осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он на два года лишен права управления транспортными средствами. В Чебоксарах уже 18-й раз проходит ежегодный смотр-конкурс «Дом образцового содержания» об участниках и условиях конкурса в нашем репортаже. Уборка придомовой территории, работа коммунальных инфраструктур, внешний вид фасада дома – это одни из главных критериев, по которым будет определяться самый лучший дом в городе. В администрацию города Чебоксары уже поступили заявки от компаний, управляющих 42-мя домами. Главная цель смотра конкурса – это повышение качества содержания жилищного фонда, повышение ответственности жилищных предприятий, коммунальных служб и привлечения жителей города к организации самостоятельной деятельности по образцовому содержанию жилищного фонда и прилегающей дворовой территории. В рамках конкурса несколько категорий домов, введенную в эксплуатацию 5 лет назад от 6 до 15 лет и старше 16 лет. Отбором занимается специальная комиссия, в которую входят специалисты жилищно-коммунального хозяйства районов столицы. Но сколько бы их ни было, соответствующую оценку дому и обслуживающей компании могут дать только его жители. Управляющая компания работает слаженно, до каждого утра выходят, чистят снег, всегда чисто в подъездах, так и около дома. Наш дом обслуживает наша управляющая компания, на заявки она реагирует моментально. Мы оставляем заявки управляющей организации, в течение дня все наши заявки уже рассмотрены и устранены. Победители будут поощрены материально. Из бюджета выделено 180 тысяч рублей. Как правило, обычно эти средства используют для благоустройства домов. Александр Соловьев, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии стартовал 71-й чемпионат России по самбо. Сегодня определяли имена первых победителей в девяти весовых категориях. Накал борьбы такой, что спокойно следить за схватками невозможно. Бой, на который дается пять минут, каждый спортсмен старается совершить досрочно. Быстро и эффективно обезоружить противника – главная задача бойцов. Нельзя, нельзя оставаться там, Таня. Ну зачем ты остаешься в партере? Четкие броски, удержание с захватом и ловкая защита. Исполнение виртуозное, аж дух захватывает. В боевом самбо, в отличие от спортивного, разрешены удары локтями и головой, болевые и удушающие приемы. Спортсмены зарабатывают баллы потом и кровью, зачастую в прямом смысле. В весе до 57 килограммов, дагестанец Мухтар Гамзатов вышел против соперника из еврейского автономного округа. В своей победе даже не сомневался. Я давно дерусь, он только начал по бою самбо. Знаю его знакомый, мой хороший. Наверное, это мое. Здесь можно и в стойке драться, и в партере, и бросать. Чемпионат России по самбо продлится три дня. На коврах встретятся около 600 спортсменов, более чем из 60 регионов страны. Чувашию представляют 9 спортсменов. Это главный старт года, чемпионат России. Сегодня разыгрывается по три комплекта медалей у мужчин, три комплекта медалей у женщин и три комплекта медалей у спортсменов, выступающих по боевому самбо. И такой регламент будет три дня подряд. Это универсальный вид спорта, который развивает не только умение бросать людей, но и дух, характер, силу, ловкость, гибкость. Поэтому самбо – это оптимальный вид спорта. Победители будут представлять Россию на чемпионате мира, а серебряные призеры поедут на Кубок Европы. Рифат Ваткулин, Андрей Спиридонов, Республика. В столице завершает работу выставка «Картофель-2020». Подробнее сразу после выпуска новостей. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Правильно выбранное удобрение – это гарантия хорошего урожая. Аграрии всерьез задумываются об экологичности используемой подкормки. Сегодня на рынке биоорганики появился уникальный препарат – прорастим. Биоорганическое удобрение прорастим – это био. Там живые микроорганизмы более 15 видов. Здесь гуминовая, фульвовая кислота. Здесь органика, переведенная в хилатную форму. Здесь также витамины, аминокислоты. Удобрение очень влияет хорошо на все виды растений. Прорастим очень удобен в использовании. Его можно совмещать с другими удобрениями. Вот я взял 10 литров этого прорастима и провел у себя испытания на своем участке. И результаты оказались очень хорошими. Прибавка урожая была где-то 22%. Прорастим не только повышает урожайность, но и увеличивает сроки хранения плодов в естественном виде, делает растения более устойчивыми к заболеваниям, а также значительно повышает качество семенного материала. Хорошее удобрение должно быть безопасным. Об этом производители прорастимо позаботились в первую очередь. Репарат полностью безопасен, если мы находимся в органическом земледелии России. То есть мы боремся за безопасную. В нашем удобрении химии нет. Продукция торгового дома «Экор-М» широко известна по всей России. Сегодня представительство торговой марки есть и в Чувашии. Все интересующие вас вопросы о биоорганическом удобрении прорастим можно задать по телефону. Плюс семь девятьсот пятьдесят три четыреста девять четырнадцать четырнадцать сорок восемь. В крупных фермерских хозяйствах не обойтись без мощной современной техники. Начиная с подготовки земли весной и до сбора и обработки урожая осенью. Широкий ассортимент сельскохозяйственной техники предлагает завод «Колнок». Одно из ведущих предприятий России, которое работает на рынке 25 лет. Мы выпускаем технику не только для уборки картофеля, но также еще выпускаем и смесители-кормораздатчики. Очень большой модельный ряд. В 2019 году мы стали выпускать комбайн АВР-спирит 5200. Этот комбайн он чем хорош? Тем, что агрегатируется с трактором МТЗ-1221. И убирает не только товарный картофель, но еще и молодой картофель. Эту адаптированную для российских картофелеводов модель уже оценили ведущие сельхозпроизводители республики. Она превосходит своего знаменитого в фермерских кругах предшественника комбайн АВР-спирит 6200. Тем, что удобнее в эксплуатации, обслуживании и дешевле. В нашем хозяйстве Калнаговский комбайн 5200 в прошлом году по федеральной программе один комбайн пришел. Мы его очень хорошо использовали, он очень хорошо нам помог. То есть он более эффективно копал, убирал наш продукт картофель. В нашем хозяйстве они не ломаются, хотя и сезон приходит влажный, дождливая погода. Это более выдержанные, более хорошие комбайны по сравнению с другими комбайнами. Еще из преимуществ. На новом комбайне установлены колеса большого диаметра с широкими шинами, что существенно снижает нагрузку на почву и облегчает уборку картофеля при влажной почве. Кроме того, в случае необходимости замены деталей комбайна аналог легко подобрать у разных производителей запчастей. Продукция завода «Колнок» не уступает зарубежным образцам, выпускается по лицензии ведущих европейских компаний и при этом адаптирована к российским условиям.